есть мнение что многие промышленные процессы можно выстроить различными способами и получить при этом схожие результаты каскад котлов в этом смысле не является исключением именно о нем мы будем говорить в этом видео всем привет я рад снова видеть вас на канале российского производителя промышленной автоматики овен и кажется мы давно не делали видео для рубрики просто об автоматизации в которой рассказываем доступным языком про не самые простые вещи из мира осу т.п. для начала пару слов о том что такое каскад котлов и зачем он нужен если говорить совсем просто каскад это некоторое количество котлов 234 или больше которые подключены к единому трубопроводу они совместно нагревают теплоноситель до заданного значения и чаще всего подключаются и работают параллельно здесь важно понимать что не всегда несколько котлов даже подключенных к одному трубопроводу работают в каскаде иногда они просто включаются попеременно или резервируют друг друга это дело системы более отказоустойчивые особенно часто такие схемы можно встретить на ответственных объектах но все же в большинстве случаев встречается именно каскад с параллельной работающими котлоагрегатами каскад котлов позволяет выдавать тепловую мощность в широком диапазоне значений а это в свою очередь делает возможным его применение в системах с переменной нагрузкой давайте попробуем разобрать это на примере предположим что есть некая система теплоснабжения здания и в ней есть три контура отопление самого здания отопление складского помещения и горячее водоснабжение есть три котла они поддерживают за одну температуру в общем трубопроводе от которого получают тепловую энергию три наших контура что будет происходить в такой системе зимой к примеру все достаточно понятно нужно обогревать и здание и склад и горячую воду подавать соответствующий контур в этом случае будут работать все три котла для покрытия высокого теплопотребления при этом возможно ночью гвс греть не нужно и это снижает нагрузку на систему но вот наступает весна и в какой-то момент нужно отключать отопление при этом склад все равно еще нужно продолжать обогревать чтобы продукция в нем не отсырела да и гвс никуда естественно не делась получается раз контур отопления нагревать уже не нужно то и трех котлов становится слишком много поэтому один из них отключается а затем приходит лето и контур нагрева склада тоже отключают остается только гвс а для этого контура вполне достаточно и одного котла ночью вообще можно все котлы отключать вот для этого и нужен каскад он позволяет подключаете отключать дополнительную мощность в зависимости от нагрузки потребителя то есть осуществляет регулирование в широком диапазоне мощности конечно не всегда система будет работать так как я рассказал более того даже один контур гвс способен сильно изменять нагрузку к примеру в час утреннего пикового водоразбора в таком случае котлы подключаются отключаются гораздо чаще скажем в течение нескольких десятков минут не только весной или осенью возможно у вас появился вопрос а зачем все-таки несколько котлов ведь можно установить один котел большой мощности и изменять ее по мере необходимости и здесь надо учитывать затраты на обслуживание эксплуатацию установку подводку и прочее 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 в общем это очень дорого для более мощного оборудования при этом представьте если этот котел выйдет из строя что тогда самым неприятным случае теплоноситель замерзнет и это приведет к разрыву труб в остальном как повезет при этом устанавливать второй большой котел для резервирования 1 экономически невыгодно именно поэтому чаще использовать несколько небольших по мощности котлов чтобы сделать систему более отказоустойчивый и дешевый кстати напишите в комментариях кто сталкивался с подобными аварийными ситуациями к примеру на днях в моем доме открылась течь в соседей в три часа ночи перекрывали горячее водоснабжение дома нагрузка на этапе понятно уменьшилась жильцы утром были весьма недовольны такое вот немаленькое вступление получилось надеюсь что пока все понятно давайте перейдем главным к автоматическому управлению системой при работе каскада котлов первое что должен делать контроллер измерять температуру в общем трубопроводе еще он должен управлять горелкой каждого котла в каскаде и контролировать их аварии есть и другие весьма важные функции но для простоты пока остановимся на этом предлагаю снова обратиться к примеру есть три двухступенчатых котла датчик температуры установлен в общем коллекторе уставка то есть значение которое нам нужно поддерживать составляет 90 градусов включаем контроллер первое что он сделает опросит состояние своих входов проверить нет ли аварии в горелках измерить температуру теплоносителя предположим что это первое включение температура в общем коллекторе невысока контроллер увидит что нужно 90 градусов а сейчас к примеру 30 тогда он сразу же включит первую ступень первого котла котел какое-то время проработает на первой ступени прогреется и контроллер включит вторую ступень котла далее котел постепенно нагреется на его выходе температура составит уже 90 градусов что будет происходить дальше теплоноситель перемещается по трубопроводу за счет циркуляционных насосов в общей точке он смешивается с теплоносителем из второго котла температура которого все еще около 30 градусов так как второй котел отключен очевидно что температура в точке смешения станет сильно ниже 90 градусов а дальше в точке врезки третьего котла вода охладится еще раз как вы понимаете до датчика в общем трубопроводе дойдет уже не 90 градусов которые были на выходе первого котла гораздо меньше получив эту информацию контроллер принимает решение включить еще один котел после этого до датчика будет доходить более теплая вода но все еще не достаточно нагретая поскольку в третьем котле нагрев не происходит тогда контроллер подключит и третий котел и вот теперь когда все три котла будут выдавать по 90 градусов температура в общем коллекторе в общей точке постепенно достигнет нужного значения правда пока все эти котлы подключаются разжигаются прогреваются и так далее первый котел работает на второй ступени естественно при длительной работе в таком режиме совместно с другими котлами он может уйти в перегрев ну или просто отключат вторую ступень или даже первую такое поведение сильно разбалансирует систему в итоге котлы могут начать часто включаться и отключаться а температура в коллекторе будет сильно скакать и очевидно что такой режим крайне нежелатель есть три способа достаточно популярных которые решают эту проблему все они основаны на гидравлическом отсечении не работающего котла первый способ эта установка шарового крана с электроприводом на входе в котел это может быть любой другой клапан который позволяет выполнять задачу отсечения протока по внешнему дискретному сигналу тут стоит понимать в каких случаях и как должен работать этот клапан есть 5 простых правил пока котел работает клапан открыт чтобы через него продолжала стиркуляция теплоносителя когда котел выключен клапан закрыт чтобы через него не шел этот паразитный поток когда все котлы выключены то у ведущего котла клапан должен быть открыт чтобы циркуляция в котельной полностью не прекратилась когда котел в аварии клапан закрыт опять же для превозвращения паразитной циркуляции если каким-то образом произошло аварийное отключение всех котлов в котельной все клапаны обязательно должны быть открыты теперь давайте посмотрим как в этом случае будет работать системой как обычный клапан решает нашу проблему вернемся к примеру с тремя двухступенчатыми котлами задана уставка 90 градусов текущая температура составляет 30 градусов контроллер включает первый котел сначала на первую потом и на вторую ступень теплоноситель выходит из котла и идет в сторону датчика но в этом случае он уже не смешивается с теплоносителем из второго и третьего котла как было раньше а все потому что два последних котла пока выключены их отсечные клапаны закрыты и проток через них не осуществляется теперь же теплосиом потребителя будет большой и одного котла будет недостаточно тогда контроллер запустит второй котел и откроет его клапан чтобы он помогал нагревать общий коллектор так теперь давайте посмотрим на второй вариант это установка трехходовых клапанов или кзр здесь есть два важных отличия от предыдущего решения трехходовой клапан существенно дороже и установка на каждый котел обойдется в кругленькую сумму или в квадратник а еще этот клапан в первую очередь устанавливается для точного поддержания температуры на входе в котел кстати об этом мы уже подробно рассказывали в одном видео очень рекомендуем к просмотру ссылка как всегда будет внизу в описании к видео ну и лишь побочной функции трехходового клапана является возможность отсечения протока через котел в этом случае клапан будет работать абсолютно так же как и в первом варианте его лишь нужно переводить в крайнее положение делается это по уже упомянутым пяти правилам при этом сигнал для управления кзр отличается от вариантов с источным клапаном тут можно встретить и сигналы больше меньше и аналоговые управления от 0 до 10 вольт или 4 до 20 миллиампер и даже шим сигнал 0 10 вольт поэтому будьте внимательны при выборе таких кзр ну и третий вариант решения в рамках которого можно использовать котловые насосы совместно с гидрострелкой логика работы здесь на самом деле не отличается от первых двух способов когда насос котла работает проток через котел есть если насос выключен протока нет за счет этого эффекта данная схема не будет позволять раскачивать температуру в коллекторе и избавит от частых переключений котлов так теперь самое главное со всеми рассмотренными вариантами регулирования справится наш контроллер для котельных овен ктр 121 в нем уже есть готовая гибко настраиваемая программа так что не нужно будет создавать ее самостоятельно а еще не нужно будет разбираться в каждой тонкости техпроцесса соотносить их с возможностями автоматики готовить документацию и тому подобное достаточно просто указать контроллеру где как и какую именно температуру ему нужно поддерживать а все остальное сделает сам ссылка на страницу ктр 121 в описании переходите изучаете знакомьтесь задавайте вопросы ну и как всегда комментируйте комментарии дрессируйте лайки бейте в колокольчик подписывайтесь на наш канал и не пропускайте наши видео и помните наши контроллеры для вашего комфорта а я не прощаюсь увидимся